Новый дом и своя теплая современная квартира это мечта многих колымчан. Но есть среди них те, для кого этот вопрос выживания. Так вопрос стоял для жителей районов Магаданской области, чье жилье было призвано аварийным до 1 января 2017 года. В минувшую субботу первые счастливчики получили из рук губернатора Колымы и руководителя фонда содействия реформированию ЖКХ ключи от нового жилья в жилом комплексе Нагаевский по улице Клубной. Когда сказали ребята надо сделать, что очень ответственно подошли. Малый бизнес у нас поднялся, торговый бизнес. Скупили все обои. В городе Магадане. Кто-то самолетом привезли. Поэтому здесь квартиры, скажем так, каждая не похожа на эксклюзив. Одна на другую не похожа. Значит, можем предоставить. Прошли, что вас покажет. Дома теплые получаются. Тупицы еще не на полу. Дома теплые. Начинали. Домобейцы надо даже, конечно, промерзшие листья. Впервые в Магадане новые дома изначально имеют специально оборудованные квартиры для лиц с ограниченными возможностями. Дворовая территория у новых домов уже оборудована спортивной и детскими площадками. По внешнему периоду новостроек, автомобильные парковки. Я надеюсь, что Новый год вы уже встретите в квартирах. Мы сейчас с Сергеем Константиновичем поговорили. Если нужна какая-то необходимая помощь, переезда, поддержки там, все вам будет оказывать. Новоселов власти не оставят один на один с многочисленными хлопотами и проблемами переезда. Об этом новый житель областного центра заверил лично руководитель фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицын. Я надеюсь, что Новый год вы уже встретите в квартирах. Мы сейчас с Сергеем Константиновичем поговорили. Если нужна какая-то необходимая помощь, переезда, поддержки там, все вам будет оказывать. Для столицы Колымы это настоящее событие. Магадан входит в эпоху масштабных строек, которых не было больше 30 лет. Здесь совершенно другая конструкция, совершенно другие квартиры. Это новые, выпущенные в основном строительные материалы здесь на возобновленном заводе строительных материалов, что дает основание, что и следующие дома, объекты социальной сферы могут строиться не в монолитно-каркасном варианте. Это очень трудоемкое дело, а в сборном железобетоне, как это сделано здесь. Новый микрорайон уже взяла на баланс управляющая компания. Обслуживание только-только приступили, временное обслуживание. То есть, ну, провели обследование, конечно, сетей инженерных, электрических сетей. Ну, пока все устраивает, все хорошо. Замечаний, как таковых, больших нет. Съемочная группа «Вечернего Магадана» побывала и на первом осмотре новой квартиры колымчанином Сергеем Найденко, переезжающим с неперспективного поселка Берелех. Отличная. Секретарь, как? Нравится? А вы знаете, я первый раз сюда появился. Мне нравится. Мне главное, что нравится квартира, а с огромной меняет. А микрорайон всегда понравится. Олег Дудник, Александр Фещенко. Специально для «Вечернего Магадана». Как только начинается световой день, на аллее Магаданское время, уже несколько дней вокруг ледяных глыб начинается движение. Участники юбилейного 15-го по счету Международного фестиваля ледяных скульптур «Магаданский хрусталь» до позднего вечера творят, что хотят. Как говорил великий скульптор Микеланджело, убираем лишнее и все. В этом году тема состязания «Северный сувенир». Создать малые и большие скульптуры будут 11 команд в номинации «Мастер» от 18 лет и старше и три коллектива в номинации «Юный скульптор» до 18 лет. Всего «Магаданский хрусталь-2021» собрал порядка 30 участников. Мы так размышляли, а что для нас «Северный сувенир»? Мы живем на севере, да? И вот пришло в голову, что мы всегда везем крабов, гостинцы всякие, икру, рыбу, варенье с севера. И вот это мы изображаем как несут чемодан, наполненный всякими гостинцами. Мы в старшей категории второй раз и три года подряд участвовали младшие до этого. А, ну то есть вы не новички? Не совсем. Ясно. А до этого удавалось взять какие-то места уже? В «Юных скульпторах» да. Все разы призовые, а тот уже уровень немного выше. Резать лед, как выражаются участники, это нелегкий труд. Нелегко, да. Первый раз как-то я думала будет немного проще. Холод или что? В чем проблема? Ну, да. Ирина Заславская и Наталья Гончарова – команда из Хабаровска. Участвуют в «Магаданском хрустале» в третий раз. В родном городе они – преподаватели творческих дисциплин в УЗИ и колледже искусств. Активно принимают участие в аналогичных конкурсах в Хабаровске. Также за плечами поездки в Китай, в Харбин и Чанчунь. Есть еще такие маршруты. Допустим, кто-то приезжает в Харбин. Ну, там в Харбин тоже разные. То есть, например, есть уже устоявшиеся конкурсы, а есть конкурсы, которые они только еще начинают открывать, и они тоже становятся традиционными. Чтобы ледяная скульптура поражала воображение и удивляла магаданцев, мастера используют специальный инструмент. Я бы назвала это вот фрезер. А вот это вот морковка мы называем между собой. Но это такая термоядерная вещь, очень страшная держать, честно говоря. Другая участница магаданского хрусталя Татьяна Артюхова с мужем приехали на фестиваль из Москвы уже второй раз. Основная семейная профессия – резьба по кости. Татьяна мечтала сделать большую, монументальную ледяную скультуру. И супругам свою мечту осуществили в Магадане. Это называется скульптура «Привет». Тема с конкурса «Северный сувенир». И мы решили, лучший сувенир – это впечатление. Впечатления у нас замечательные остались в городе, новые друзья появились. И здесь мы видим момент зарождения дружбы. Вот мальчик и медведь. Они говорят «Привет». Уже сегодня вечером члены жюри фестиваля оценят законченные ледяные скульптуры, подведение итогов юбилейного магаданского хрусталя и награждение участников состоится завтра. Олег Дудник, Александр Фещенко. Специально для «Вечернего Магадана». Во дворце детского и юношеского творчества поздравили с юбилеем Евгения Бельмаса. Мужчина посвятил всю свою жизнь Колыме. Родился в областном центре. Учился в седьмой школе. Работал в Ледовом дворце инструктором-методистом по спорту. Много лет играет в хоккей. За свою долгую жизнь обзавелся множеством друзей по всей стране. К поздравлениям присоединился и мэр Магадана Юрий Гришан. Градоначальник поблагодарил Евгения Михайловича за его труд, а также любовь к Колыме. Я желаю вам здоровья. Сейчас это очень важно. Чтобы ни ноги, ни руки, ни голова, ничего не болело. Чтобы мы 22-го достойно отыграли с пацанами в хоккей. Лучше всего дадим им жару. Поздравляю вас с юбилеем. Все настоящие юбилеи. Они были в карме 75-е. Также юбиляра поздравили его коллеги и друзья. В честь Евгения Бельмаса прозвучали музыкальные произведения в исполнении детского коллектива народных инструментов. Вечерний Магадан присоединяется к поздравлениям и желает имениннику крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. Елизавета Сипаилова, Александр Фещенко. Магаданское время. Ничего я тебе не сделаю! Ну, пап, ну, пожалуйста, ну не надо. Я же ничего не сделал. Я же тебя просто стоял, разговаривал. Ты чего тебе делаешь? Ай, не попал! Коль, да вот, положил. Все, вот. Иди сюда, не бойся. Пожалуйста. А что, пожалуйста? Все хорошо. Все, все, все. Все. Не переживай, все нормально. Присядь, все хорошо. В Магаданском драмтеатре состоялась премьера «Человека из Подольска». Николая, который живет в подмосковном городе, задерживают полицейские. Помимо обычных вопросов о возрасте и семейном положении, мужчину спрашивают о населении его родного Подольска. Странные просьбы и поведение полицейских вводят героя в ступор. Спектакль поставлен по одноименной пьесе Дмитрия Данилова. Комедия, драма, абсурд. Постановка смешала в себе множество жанров. Почему ты все время задаешь мне вопросы? А? Откуда мы... Что ты думаешь, что менты такие тупые, что ли? А? Что мы готовы только наркотики подбрасить, бить вас, уничтожить? Нет, ну, в принципе, таки есть. В спектакле подняты темы апатии, равнодушия человека к своей малой родине, а также насилие над личностью. Режиссер-постановщик Юрий Печенежский отмечает, этот спектакль про Магадан. Места на премьере были ограничены из-за пандемии. Зрители проходили в театр по QR-коду. Как отмечают магаданцы, спектакль заставляет задуматься. Вот это вот все было? Что это было? Это была обычная оперативная работа, Николай. Мы вас задержали, выясняем твою личность и все, что такого. Есть проблемы какие-то? Нет. Есть претензии? Нет. Все. До свидания. До свидания. До свидания. Честно говоря, я вышла в некоем таком раздумье. Даже не знаю, но, наверное, это какой-то эксперимент. Эксперимент над зрителем прежде всего, потому что каждый задумался, где он живет, а что он знает о своем городе, как он к нему относится. И, возможно, негативные впечатления о том месте, где ты живешь, приводят к сумасшествию в твоей жизни. Елизавета Сипаилова, Александр Фещенко. Магаданское время. Сегодня, вот собираясь, мы вспоминаем о нем. Кажется так, что прошло буквально 20 чем-то лет. Он сейчас это видит и понимает о том, что о нем помнят. И, наверное, душе все-таки как-то легче. На Марчиканском кладбище почтили память эстрадного певца и композитора Вадима Козина. Церемонию провели накануне годовщины смерти Вадима Алексеевича. Певец начал выступать на эстраде в 20-х годах прошлого века. В феврале 45-го года его осудили на 8 лет и сослали на Колыму отбывать наказание. В начале 1950-го года Вадима Козина досрочно освободили. Певец остался в областном центре. Работал в Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре. 19 декабря мы отмечаем День памяти Вадима Алексеевича Козина, знаменитейшего российского певца и нашего земляка. И вот память, которую мы о нем храним, она ко многому обязывает. Мы обязаны хранить и делать все лучше работу Мемориального музея Вадима Алексеевича. И в том числе мы обязаны хранить мемориальное захоронение. В этом году в течение лета провели реставрацию могилы Вадима Козина. Положили плиты, поменяли сгнившие доски, отшлифовали поверхности. Зашпаклевали трещины, вычистили, покрасили крышу. Думаю, что очень правильно сделали, что вот этот памятник восстановили, отреставрировали. Это все же нас земляк, известный и у нас в стране, и за рубежом. Как отмечают реставраторы, ни времени, ни средств не жалели, делали на совесть. Всю поверхность пропитали специальными веществами, чтобы не было гниения. Эксперты утверждают, реставрировали хорошо, стоять памятник будет долго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова